В Краснодар отправился специальный детский поезд, осенью вновь переведем стрелки на час назад, а в Соломиным начался настоящий народный ремонт. Это новости на телеканале Ника Плюс, в студии Марина Кабатюк. Здравствуйте! Карельские СМИ сегодня едва не развязали войну. Утка о том, что в республике объявлена всеобщая мобилизация, заинтересовала федеральные СМИ. Однако военный комиссар Андрей Артемьев успел опровергнуть эту информацию. Также журналисты сегодня весь день ожидали прибытия самолета с беженцами. Накануне была создана рабочая группа, которая должна организовать приемы размещения 200 беженцев с Украины. По словам председателя комитета по безопасности Николая Федотова, борт с Ростова-на-Дону может прилететь в любую минуту. Однако сегодня в правительстве пояснили, что хотя Карелия и готова к приему вынужденных переселенцев, подобного запроса в республику пока не поступало. У народа накипело. В Соломином автолюбители сами начали ремонтировать понтонный мост. Сначала создали группу ВКонтакте, потом организовали целую бригаду. И приехали на многострадальную переправу с молотками, гвоздями и пилами. Затем, как народ самостоятельно борется с проблемами, которые должны решать городские власти, наблюдал Ефим Овчинников. Начало реконструкции понтонного моста в Соломином горожане, те, кто живут за пределами Петрозаводска, так и не дождались. Оторванные бамперы, глушители, народ твердо решил, хватит это терпеть. На переправе в Соломином стартовал самый настоящий народный ремонт. Они, конечно, не профессиональные строители мостов, а не обычные автолюбители, которым попросту надоело гробить свои машины на переправе в Соломином. Они стараются для себя и для тысяч людей, которые зависят от этой ветхой конструкции. Вот этот мост, можно сказать, соединяет несколько частей. Вот, ну, Зазерия, например, Лихнаволок, Стуйсарь, Пиньгубу, Ялгубу. Если этого не будет моста, то люди не смогут попадать в город на работу. То есть, потому что нету больше никаких дорог, ну, чтобы выехать отсюда, Зазерия. Их объединила группа ВКонтакте, там и договорились. Из материалов каждый принес, что смог. Они принялись латать то, что уже и мостом можно назвать с большой натяжкой. Все обращения в администрацию города, если и были услышаны, то никаких действий за ними не последовало. Администрация, как будто бы глаза на это закрывает, хотя все это все знают, сами же тут ездят по этому мосту. Методы борьбы с выгнутыми железными листами, за которые автомобиль задевает днищем, здесь народные. В качестве пресса тяжелая пожарная машина, проезжающая мимо. Пенсионер Вячеслав Рашев по профессии инженер-строитель мостов и тоннелей. В прошлом веке 12 лет проработал на БАМе, а уже потом, в 2003-м, разработал проект своего моста в Соломенном. Двухполосного, с пешеходными дорожками, грузоподъемностью 30 тонн. Предполагается, что мост должен идти от Дома культуры ПЛМК на язык, который вот там рыбачки сидят, на этот язык. Длина его предполагается 300 метров. На этом направом берегу пилон высотой проезжей части 12 метров. То есть подмостовой габарит позволяет проходить любым у нас существующим судам. По словам инженера, обойдется новая переправа, предположительно, в 1 миллиард 200 тысяч рублей. О своем проекте Вячеслав Рашев рассказал чиновникам всех уровней. На что услышал привычный ответ – нет денег. А неделю назад работники мэрии и вовсе заявили, они представления не имеют, что будет с мостом в Соломенном. Поэтому пока Вячеслав Рашев с тоской смотрит на то, как мост ремонтируют любители. Они, кстати, не скрывают, что их заплатки продержатся от силы недели две. Ефим Овчинников, Александр Борисов, телеканал Ника+. Госдума утвердила в первом чтении закон о переходе на зимнее время. Осенью вся страна переведет часы на один час назад. Законопроект также подразумевает отмену сезонного перевода часов. В случае одобрения законопроекта в России станет 10 часовых поясов. Сделано это по просьбе большинства регионов страны. Но северные и дальневосточные регионы в большинстве своем хотели бы жить по летнему времени. Ну а кроме того, каждый регион сможет самостоятельно определять свой часовой пояс и максимально приблизить его к астрономическому. Здесь еще какой плюс? Меньше разница с Европой. Одно дело у нас зимой разница была 2 часа, а летом 1 час. А так получилось 3 часа разница. ЛДПР проголосовала за, но имеет свое особое мнение. Если психологически зимнее время для большинства привычнее, и те, кто любит поздно ложиться и поздно вставать, таких большинство рады введению зимнего времени, то с точки зрения производительности труда и здоровья граждан новое время может нанести ущерб. И я об этом говорил не раз, что надо исходить из биологического цикла, что весь животный мир пробуждается в 4-5 утра, а мы донести будем спать в постель, когда светло, мы пойдем на работу. А что мы получим от природы? Мы же сами себя уничтожаем. Поэтому лучше, конечно, было бы летнее, но если люди хотят, пусть будет зимнее. Но это обедняет их, это им ухудшает состояние здоровья. Поэтому, решая проблему время исчисления на глобальном уровне, законодатели обязаны прислушиваться и к мнению ученых, прежде всего медиков и экономистов. Более двух тысяч карельских ребятишек в этом году отдохнут на Южном побережье. На днях в Краснодар отправилась вторая смена. В теплые края детский поезд проводила и наша съемочная группа. Из холодного северного лета на Южное побережье. Там уж точно переживать за погоду не стоит. 500 карельских ребятишек, целый поезд отправляется в Краснодар. Их ждут лагеря в Анапе, Геленджике и Темрюке. Сколько вам обошлась эта путевка? Ну, она обошлась в 9-200. Говорите, что это не дорого? Да, конечно, недорого. Почти на месяц дети уезжают с питанием, с проживанием. Море, отдых, все хорошо. Предполагается четыре таких поездки. Это уже второй состав, который мы отправляем в этом году. И детским составом мы предполагаем привезти более двух тысяч детей. Предстоит дальняя дорога. Те, кто помладше, утирают слезы. Кто постарше, предвкушают большое приключение. Заучивать комсомольские песни и ходить с троем в нынешних лагерях уже не надо. Современную молодежь развлекают иначе. Из прежних правил остался разве что строгий лимит на купание в море. А еще главное правило. Вспомните, лагерь – это большая семья, где все бодры и веселы. Мы бодры, веселы. Стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как? Так, веселее. Молодец, понял. Марина Кабатюк, Александр Борисов, телеканал Ника+. Петрозаводск наводнили физруки. В карельской столице открылся четвертый международный конгресс учителей физкультуры. До конца недели 500 участников из России и зарубежных стран будут обмениваться опытом и делиться педагогическими идеями. На открытии форума побывал Александр Лычагин. В Национальном театре Карелии было замечено невиданное ранее количество учителей физкультуры на один квадратный метр площади. 500 участников Международного конгресса физкультурников из России, Украины, Прибалтики, Финляндии и Канады собрались в Петрозаводске, чтобы обменяться наработками, обсудить самые злободневные вопросы преподавания физкультуры в школе, поговорить о новых подходах к обучению и воспитанию подрастающего поколения. Три счеты. Готовились? Три мячика. Три мячика. В рамках форума на различных городских площадках в данный момент проходят выставки и семинары, а также мастер-классы. Одним из первых свой мастер-класс продемонстрировал физрук из Литвы Арунас Красаускас. Тема занятия – гармоническое общение. Поскольку литовский педагог глубоко убежден, что физкультура неотделима от психологии, его программа гармонично сочетает в себе элементы урока физкультуры и психологического тренинга. По словам Арунаса, такие занятия помогают ученикам преодолеть социальное расслоение, создать благоприятный эмоциональный фон, наладить межличностное общение, сплотиться в единый коллектив. В нынешнее время, когда есть такое различие между людьми, то есть они ездят на таких машинах, другие родители такие-таки, и дети тоже воспринимают, как бы есть много таких различий даже и у детей. Дети иногда и общаться даже не хотят, а здесь это через игровые такие интересные очень игровые задания мы будем формировать дружный или гармоничный класс. Например, это упражнение помогает проверить и укрепить в детях чувство взаимного доверия и коллективной ответственности. Конгресс будет проходить в Петрозаводске вплоть до 29 июня. В его программе более сотни мастер-классов по методике преподавания физкультуры в школе. Александр Лычагин, Иван Медведев, телеканал «Ника плюс». Это новости на телеканале «Ника плюс». Мы продолжаем. Организаторы фестиваля «Воздух» подводят итоги. 25 тысяч посетителей, более 40 групп участников. Каких-либо происшествий во время фестиваля не зафиксировано. Я очень доволен. Для нас это не только огромная реабилитация, но и очень большой шаг вперед. Причем не только для организаторов фестиваля, которые снова слишком высоко подняли планку организаций таких проектов в нашей республике, но и для всего региона в целом. К нам едут в гости сотни людей из других городов. Они едут на автобусах, на самолетах, на машинах. Они разносят доброе имя Петрозаводской и Карелии далеко за ее пределами. И, конечно, мы этому очень рады. Я считаю это великим успехом и достижением нашей сплоченной, сильной команды организаторов, которые вместе с волонтерами и при поддержке правительства республики, города, а также многих спонсоров и партнеров сделали событие, которое долго останется в сердцах наших людей. Столько улыбок, столько слов благодарности, столько пожатий руки я на своей жизни не припомню. Мне это очень приятно и я очень рад. Фестиваль «Воздух» объединил и взрослых, и детей. Послушать качественную живую музыку пришли разные люди, в том числе и ведущие самого модного проекта нашего телеканала «Трэнди Брэнди». Рок-фестиваль глазами гламурных ведущих сразу после небольшой рекламы. А новости к этому часу все. Я Марина Коботюк, с вами прощаюсь. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин